Что со светом? В Караганде в последние пару месяцев участились случаи спонтанного отключения электроэнергии, что вызывает недовольство и вопросы у горожан. В компании Караганды-Жарык рассказали, почему так происходит, а заодно показали, что делается, чтобы ситуация в перспективе была лучше. Ирина Вобещевич с подробностями. Едва ли не все карагандинцы в последнее время сидели не раз без электричества, пытаясь дозвониться в энергокомпанию за разъяснением причин. Ответ, как правило, один – технологические нарушения. В ходе пресс-тура в компании Караганда-Жарык взялись прояснить ситуацию. А начали с юго-восточной подстанции. Именно тут еще в 2012 году заменили оборудование, что дало позитивный результат в увеличении мощности. Однако сам кабель от подстанции 8 километров прокладывали еще в 1964 году. «Насколько они ветхие?» «Они не ветхие. Суть не в этом. Суть не в ветхости. Кабель просто был не рассчитан на существующие нагрузки. Я же еще раз говорю, раньше у людей не было титанов, не было электроплит, не было кондиционеров. На сегодняшний день в каждой комнате у нашего потребителя есть кондиционер, и они их не отключают. В пик жары у нас нагрузка водостаят даже больше, чем в зиму, в морозы. Вот смотрите, здесь 630-й, одна жила. А раньше был кабель 240-й, три жилы по 240. То есть, насколько мы на сегодняшний день увеличиваем сечение кабеля, это повышает пропускную способность. Грубо говоря, если сравнивать с водой, раньше был диаметр вот такой, а теперь мы его в три раза увеличили». Грандиозные работы на сегодня ведет компания. Меняют кабель на мощный. Завершено 40% работ. До августа обещают управиться, что позволит в итоге на Юго-Востоке улучшить качество энергоснабжения. Работа не разовая, а ежегодная. На этот год запланировано на все работы в рамках инвестиционной программы потратить 11 миллиардов тенге. Не меньшую сумму потратили и в прошлом году, да и в предыдущие. «До этого, получается, мы провели в городе замену главных водов от подстанции Новогорода ЦРП-2. Это ощутили жители улицы Гоголя, получается, бульвар Мира, частично Ербаева. Это вот на сегодняшний день дало очень положительный эффект. Также в этом году, как я говорил, от подстанции Юго-Восток мы в эту сторону. В прошлом году мы провели такие же аналогичные работы, провелись в прошлом году от подстанции Ботаническая». Шутка ли? В Караганде и округе 104 подстанции, а протяженность кабельных линий составляет 1740 километров. На подстанции Новый город сейчас меняют трансформатор на новые. И тоже, если не в разы, но на порядок мощный. Кстати, из-за этого мы снова будем без света. «Приносим извинения за неудобства, но это необходимо для того, чтобы завести новую кабельную линию, которую мы вам показывали. Вот что Юго-Восток будет полностью погашен. Также после того, как монтаж закончится, будут неудобства по городу, потому что мы будем проводить пусконалочные работы». Но и это не все причины, почему именно летом наблюдаются частые отключения – порывы из-за горе строителей и ремонтников. «Рвут наши кабельные линии, глубоко с мясом вырывают, приступают без нашего согласования, то есть не вызывают нашего представителя, наглую копают, рвут наши кабельные линии, что приводит к повреждению, погашению всего фидера. Это посеместно происходит, особенно в летний период. Плюс вторая проблема – это частные сети. Частные сети, подключенные к нашим сетям, очень сильно влияют. Если авария в частных сетях происходит, погашается наш фидер». Энергетики после жалоб населения на погашенный свет выезжают в поисках порыва. И зачастую виновники уже успевают скрыться. Ирина Вобещевич, Зухарна Исмахаев, Николай Шевелев, 5 канал.